ПАПА РИМСКИЙ Происходит из монашества. Но есть одно уникальное отличие. Во-первых, патриарх Московский Всероссий руководит поместной Русской Православной Церковью. Он не может вмешиваться в дела других поместных церквей. И наоборот, предстоятели других поместных церквей не могут вмешиваться в дела Русской Православной Церкви. Если возникает какой-то вопрос, требующий совместного разрешения, все патриархи собираются вместе на Вселенский Собор и соборно решают тот или иной догматический вопрос. То, что последний Вселенский Собор был созван лишь в VIII веке, это уже другая тема. Похоже, что все серьезные догматические вопросы практически были исчерпаны к тому времени. Папа Жеримский настаивает на том, что он сам единолично управляет всей Церковью. Собственно, это мнение было одним из принципиальных разногласий между Восточными Церквями и Западной Церковью в XI веке. Там была еще долгая предыстория, но в нее мы закапываться не будем. Русский патриарх не претендует на звание главы всех-всех-всех поместных церквей. Как не претендует ни Александрийский, Иерусалимский или Грузинский. Римским понтифику убежден, что когда он говорит «экс-катедра», он безгрешен. То, что произнесено им официально, не в интервью, не просто во время проповеди, а официально от лица Церкви, абсолютно безгрешно. Ни у одного патриарха, митрополита, ни одной из поместных церквей такого мнения не было и, как я понимаю, не будет. Но еще один важнейший нюанс, который возник в последние столетия. Римский понтифик является еще главой государства Ватикан. То есть он параллельно еще верховный главнокомандующий армии Ватикана. Посольство государства Ватикан есть практически в каждом государстве. И он может чисто теоретически приехать в любую страну не как представитель католической церкви, а как представитель государства Ватикана. В этом контексте католические кардиналы могут присутствовать на православных богослужениях как представители государства Ватикана. И никто не может нас попрекнуть в том, что у нас осуществляется экуменическая молитва. Пусть они не находились в храме в священнических одеждах, но это одежда, подобающая представителю государства Ватикана, особенно если он кардинал. Они не входят в алтарь, они не совершают богослужения. И если вы смущались когда-либо присутствием на рождественских или пасхальных богослужениях в храме, допустим, Христа Спасителя, представителей католической церкви, то больше не смущайтесь. Нет здесь никакой апостасии, никто веру православную не предал. Ну, вот такие поверхностные, неглубокие, но самые наразительные отличия предстоятеля Русской Православной Церкви, нашего патриарха, от понтифика римского. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.